сегодня у нас на ремонте триммер эхо 22 джесс вот японский японский триммер причина обращения не заводится когда перестал заводиться перед этим потерял мощность как человек объяснил вот глушитель был забит очень сильно основательно мы его прочистили и так разобрать до такого состояния эхо это дело всего лишь пяти минут как бы мы не будем на этом останавливаться разобрать вы сможете сами не проблема вот дальше посмотрели мы выхлопное отверстие было забито сильно почистили теперь смотрим видим поршень поршень имеет странный вид такой с нагаром и как небольшие тепловые задиры поэтому принято решение разобрать к тому же у нас когда мы пытаемся протянуть поршень у нас небольшие закусывания имеются вот надо разобрать посмотреть что там почему вот для этого мы отсоединим палку чтобы нам было поудобней вот скинем провод зажигания открутил я здесь немножко ключом на 10 гаечку и снял и теперь нам надо скинуть скинуть пластиковый кожух вот и отсоединенный тросик для этого кольца снимаем сороночку положим и отсоединим сам трос вот таким вот образом все палку пока отодвину сторонку чтобы она не мешала будем работать только вот с этим блоком вот карбюратор пока снимать не будем скинул я шланги наш ланды скинули вот поршневая уеха держится на двух винтах шестигранник на 4 нужно использовать винты могут быть закручены очень туго поэтому придется потрудиться может быть чтобы их открутить у меня есть такой ключ удобный у кого нету такого ключа можно в принципе любым усилием небольшое главное не зализанные ключи не берите на час и слежите вы здесь потом ничем вы не сорвете 1 и 2 забрали так один болтик у меня болтика вот зажигание здесь крепится тоже на цилиндре и теперь мы его аккуратненько поднимаем уеха стоит очень нежная прокладочка скорее всего мы нарушим придется нам ставить обычная стандартная такая прокладка конечно это все надо будет почистить смотрим внутрь в принципе тепловых таких задиров нету как видим у нас с этой стороны кольца нормальные с этой стороны у нас имеется залегание первого кольца работая шла на одном кольце частного вытащим почистим сразу смотрим нормальный никаких потемнений нету ну в общем да вот сейчас мы почти почистим здесь вытащим вот это кольцо верхнее которое залегло и почистим сам цилиндр вот от этих вот всяких залежей магара никаких специальных приспособлений для того чтобы почистить поршневую и поршневую и поршень не требуется я чищу обычной отверткой просто вот вычищаю там нагаром видите уже почистил все вычистил здесь вот глушитель почистил тут все нагара почистим вот и поршень поршень чистим обычной маленькой отверточкой и помогаю себе таким канцелярским ножичком кольца снял и здесь это нагар который там под кольцами собрался вот тыльной стороной ножа я его просто счищаю расковыриваю и сдуваю также почистил верх поршня вот и собственно кольца сами сами кольца не сильно просто тут вы все равно не повредите ножичком не бойтесь просто на них тоже нагар соответственно их тоже я немножко почистил вот теперь мы устанавливаем на место кольца кольца наши встает по зацепам развел так теперь прокладка как мы видим родная пришла в полную негодность сохранить ее не получилось прокладки оригинальной на эхо сейчас данный момент у меня нет поэтому будем работать герметиком обычный автомобильный прокладочный герметик вот намазанными его на цилиндр вот таким вот образом просто выдавливаем с герметиком нельзя переборщить потому что если вы переборщите его слишком много он будет у нас в поршневой попадать везде вы может позабить каналы а именно вот канал который нам подкачку осуществляет бензина в карбюраторе вот его тоже смотрим чтобы мы его не забили герметиком вот намазали сейчас чуть-чуть размажем обычным ножичком канцелярским аккуратненько вот так вот мы его размазываем вот кто сторонник прокладок конечно можете поискать паранит вырезать прокладку поставить прокладку в принципе работать будет и герметик и прокладка тут как бы можете заморочиться поискать паранит вот все осуществляет сборку соответственно карбюратор у нас к шлангам выход в обратную сторону сейчас чуть-чуть герметик подожду немножечко и начну собирать так буквально я не знаю минуты две подождал не буду больше ждать это совсем застынет поэтому одеваем кольца одеваем аккуратненько чтобы нам их не повредить болты и подкручиваем их подтягиваем поршневую надо затягивать конечно же очень сильно ноги сорвать так достаточно надеваем шланги и прикручиваем глушить я попробую отлично прикручиваем глушитель конечно же глушитель я тоже почистил вот это вот отверстие выхлопное как видите чтобы отремонтировать эхо достаточно одного шестигранника на 4 и и 1 отверстие конечно же это если не менять запчасти вот прикрутили мы глушитель отлично и даже видите нигде уже ничего не заедает наше дело было в нагаре зажигание раз расстроена но дело оказалось на горе вот теперь мы собираем прикручиваем палку провод зажигания накидываем неудобно чтобы камера работала и я немного тут мне в этом плане неудобства так вставляем сюда резинка эта у нас должна вот в этот зацепчик зайти вот так да что ты да я вот этот вот ставлю с этой стороны винт вот отсюда мы сейчас его прикрутим вот 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 Продолжение следует... Прикрутили боковые... Сейчас я прикручу нижние... Вот, поставлю пластик... Свечу... И пойдем попробуем заведем, как обычно... Вот она наше эхо, на которое мы с вами проводили чистку полностью поршневой системы... Там вот даже видно наш синий герметик немножечко, который мы вместо прокладки намазали... Сейчас мы собрали, она немножко постояла, герметик застыл... И попробуем завести... Послушаем, появилась ли мощность и вообще как работает триммер... В принципе, для 22-й... Это нормальные обороты, нормальная мощность... Триммер работает... Практически как новый... Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт... Всем удачи! Пока!